Друзья, всем привет! Это школа для собак Дредд. Сегодня мы решили провести спонтанное занятие. Никто не готовился. У нас проходят занятия, и сегодня будет очень важная информация для владельцев собак, как себя вести с собаками, как объяснить собаке, чтобы она поняла, что от нее хотят. Многие не знают. Сегодня на примере владельцев, хорошо, что они вдвоем, и они не знали, что будет съемка. Кстати, да, да, они знали. Они не знали, что будет съемка, все спонтанно, придется поработать. Будут очень полезные, скажем, советы, инсайты для того, чтобы понять, как в будущем правильно воспитать собаку. Собака нас не понимает, когда мы к ней говорим какими-то фразами, словами. Собака не может понимать, ну в априори, потому что приматы не могут объяснить волку, как себя вести, не умеют общаться. Нужно сделать так, чтобы на уровне понимания, что от меня хотят, собака поняла и сделала. Вот простое понимание должно быть. Как мы это делаем? Первое. Я наложу модель поведения объяснения точечно, допустим, он ведет себя как собака, а вы как владелец должны объяснить ему, как себя вести правильно. Только вы не можете говорить ему, иди сюда, делай это. Он не понимает все равно. И потом наоборот. Объясняю. Если я собака, и ко мне говорят по-человечески, то есть с людьми проще. Иди, возьми это, сделай это, поставь туда. Все понятно. Да, окей, сделаю. Как собаке объяснить? Она такая смотрит глазами, клип-клип. Что хочет от меня? Ну тебе надо сделать это. Она говорит. Да, но я ничего не понимаю с того, что ты говоришь на твоем языке. То есть нам нужно объяснить собаке. Вы помните, как мы должны объяснять? Это должно быть тяжело или просто? Просто. Просто. Собака должна понять. То есть мы должны вот так вот сделать, а собака должна понять. Если ей просто, она делает четко. Преедущее занятие показали, что чем проще мы объяснили, тем быстрее собака понимает. Сейчас объясняю правила. Стоим здесь. Я пошел сюда. Та-дам! Это кто такой? Это кто такой? Это кто такой, друзья? На что это похоже? На лапку. На какой-то звонок. На звоночек? Отлично. А мне на электрошокер какой-то. На электрошокер. Ты давай руку сейчас покажешь. Это для людей. Боись, а не вот так. Это для людей. Хорошо, объясняю. Это кликер. С помощью него обучают дельфинов и многих других животных. А он звук какой-то создает? Просто вот такой звук. А, просто такой звук? Да, он звонкий. Нам кажется, что он простой, но его очень хорошо слышно и нельзя ничем поменять. Скажу плюсы кликера и его минусы. Когда мы делаем какое-то упражнение, если помнишь, мы учили, что такое маркер. Да, да, да. Маркер даем четко, звонко, нужно понимать. Но если это конец дня, уставшая приехала. Прям такая, что сил нет. Ну, есть такое. Будем честно говорить, многие люди устают. Да, устают и тяжело, когда вот в инстаграме что-то снимаешь. Тебе нужно одеть все равно на себя маску, показать. Я заряжен. Я буду делать это всем знакомо. Я тоже сейчас уставший, но мне надо вести себя вот прям, чтобы вам было интересно. Когда мы приезжаем, уставшие дымы, прям ложимся, все, не трогайте меня, я устал. Но когда мы идем гулять с собакой, маркер придется давать так же звонко. А когда мы идем и такие, собака сделала и такие, yes. Yes. Да, то есть это покажет сразу наш настрой собаки. Она такая, что за маркер вялый, я с тобой работать не буду. Понятно? То есть это минус. Это огромный минус голосовых маркеров, потому что нужно четко, звонко и прикольно. Помните? В чем эта штука может заменить маркер? У нее нету эмоций. И усталости. Смотрите. После этого это типа место, yes. Это правильно выполненная задача. А теперь смотрите, да, да. Но когда у тебя будет и уставший, и у тебя интонация, это будет, понимаешь, не годится. Вот эта штука неизмена, она может только так. То есть когда собака сделала правильно, и еда, и еда, и еда. Понятно? То есть все очень просто. Вместо слова yes, эту штуку можно использовать. Очень прикольно. Сейчас я хочу показать на человеческом примере, как объяснить собаке с помощью кликера, что ты делаешь правильно. И вы когда будете выполнять сейчас каждое свое действие, то есть владелец собаки, собака, я ставлю задачу, как объяснить, но ничего не говорить ему, а он должен понять, что нужно делать. Это называется оперантный метод обучения. Я не буду знать, что мне надо сделать. Да, ты выходишь, мы задачу ставим, а ты делаешь. А потом я должен сделать. А потом наоборот. Это сложно. Смотрите, вначале это может казаться сложно, в конце вы расскажете свои эмоции, я знаю, что дальше будет. Хорошо. В конце вы рассказываете свои эмоции и вы попробуете себя на месте своих собак. Как вы им объясняете, правильно или неправильно они делают. Вот это очень сложно делать, потому что собака не понимает и не может сказать. Вы помните, а ты сейчас правильно делаешь? У вас нету второй, третьей попытки, вам нужно всегда делать правильно. И сейчас я начну с простых задач. Один из вас уходит, я ставлю задачу, но ты не имеешь права говорить к нему и подсказывать. Какие правила? Один, это ты делаешь правильно, идешь в нужном направлении. Закончил, то есть маркер есть. Помните, есть промежуточный маркер, а есть когда ты закончил. Промежуточный, это да, хорошо, молодец, радио. Это один раз. А два, это законченное действие. Смотрите, да, это хорошо, молодец. Да, это ты идешь в правильном направлении. Когда он выполнил задачу, собачка там или, ну, то есть мы будем называть. Собаку собакой, владельца владельцем. Вот так вот, то есть мы сейчас переносим. Если я собака, мы должны объяснить, показать, как это идет. То есть мы прям модель переносим полностью. Допустим, образно, мы сейчас начнем с простого, чтобы было понятно. Нужно подойти к этой фишке и стать возле нее. А я же услышала уже задание. А я же должна уйти. Мы сейчас тренируемся. Первое самое простое. Хорошо. Потом будет вообще сейчас задание такие полетят. Уху. Так, кто будет сейчас? Ну давайте, вот собака. Ты собака. Держи. Попробуй пока щелкнуть. Не-не-не, просто ходи. Смотри, теперь два раза кликну. Еще быстрее. Вот два раза, это конечный результат. Договорились? Да, окей. Два раза, это конечный результат. Один раз, это он на правильном пути. Теперь смотри, я первый делаю, все-таки так будет. Давай, ты собака, я делаю первый, чтобы было понятно. Ты не знаешь, куда идти, а я помогаю. Пробуй что-то делать, еще не знаешь, что делать. Можешь навязывать другое поведение. Когда ты подходишь ближе, я специально не кликаю. Когда я кликаю, ты на правильном пути. Понятно было как? Понятно было как? Прям вообще не показывать даже рукой. Я ничего не... Вообще стоишь прям замер. То есть задача в чем? Да. Тебе было понятно, что когда ты в правильном направлении идет клик. То есть это происходит так. Смотри, допустим, мне нужно подойти к фишке. Раз, тишина, ничего не происходит. Но я ближе к фишке стал, я подсказываю. Повернулся, подсказал. Подошел. Конечный результат. Я показал пример. Теперь один из вас выходит. Ему нужно будет подойти и стать. Давай вот тут с краю. Вот тут типа вот тут подойти и стать. Давай договоримся. Вот именно вот тут подойти и стать. Окей. То есть вот так можно стать. Но подойти и вот тут стать. Хорошо? Только он будет тут двойной клик. Хорошо. Все. И ты молчишь, вообще ничего не говоришь. Все хорошо. Без действий, без слова. Вообще ничего. Мы же не понимаем. То есть собака, она не понимает. Все, я иду звать, там интересно я на телефон подсниму. Очень интересно. Очень интересно. Очень стребно. Я очень переживаю, потому что у меня не получится. Потому что у меня нет контакта с собаками. Поехали. Нет, он-то есть, но не плане воспитания. Вот, сейчас посмотрим, может, хоть мужа воспитать смогу в роли собаки. Все, мы работаем. Подсказываю каждый раз, потому что может не понять, что делать. Не подсказываешь. Давай не спи. А теперь смотри, что происходило. Давай сейчас объясним. Объясняй, что тебе было непонятно. Непонятно было, почему она там не пикала. Я просто собака, я пошел, лег себе и лежу. Да, ну так собака себе идет. Ты меня позвала, я пришел, и потом ты начала пикать. А как ты понял, что нужно сюда идти? Потому что я подошел к ней, она не пикнула. Ты понял, что надо искать? Да, она начала в сторону отходить, она начала пикать. Я уже дошел до стены. Ты понял, что где-то тут. Я связанно думал, что что-то с картиной, но нет. И я подошел к картине, она не нажимала, я вернулся сюда. И тут у меня было просто недоразумение. Ну смотри, ты когда искал, тебе было интересно найти, где, где интересно. У тебя подсказки какие были? Каких? Только звук. Но я сейчас объясняю, когда собака не понимает, что делать, у вас есть только возможность сказать, давай-давай. То есть вот этот звук это был как, давай-давай, ты на верном пути, давай-давай. И ты начал искать, ты хочешь найти. Теперь мы еще усложняем чуть-чуть. Теперь меняемся, ему даешь кликер. Ты выходишь на крыльцо, и мы сейчас заряжаем новое задание. Сейчас будет новое задание. Ей сейчас нужно будет сесть вон в то кресло. Готовы, поехали. Сейчас будет интересно. Все, можешь начинать уже потихонечку работать. Стоишь на месте. Давай, поехали. Оперантный метод. То есть мы подкрепляем только нужное поведение нам. Сейчас мы работаем объяснить, правильно ли делает собака или нет. Вспоминай, где он делает подсказку. И возвращайся всегда к тому моменту, где идет подсказка. Когда она максимально движется в сторону, туда... Давай. Не, не то. Так я сейчас все хорошо делаю. Вот так вот собачка навязывает поведение, говорит, что мне надо делать? Она говорит, я не знаю, придумывай. Нет, не попить воды. Да? Серьезно? Нужно было сесть. Смотри, а теперь... А я подумала, здесь нужно было сесть. Смотри, когда мы учим собаку, мы такие же ошибки допускаем. У вас сразу получилось объяснить, что хотите? Ну да. Сколько ошибок было? Туда-сюда, туда-сюда. Это нужно, чтобы ты сама захотела и поняла, что нужно делать. У тебя желание большое было понять, что от тебя хотят? Да, да, да. Да ты говоришь, я хочу понять, объясни мне, что ты от меня хочешь. Не понимаю. Ну, ты же так себя вела, да? Объясни мне. Ты подходишь и говоришь, так? А он такой, ну типа не так. Ты такая раз в сторону по направлению, только повернулась, сразу такая, о, ты поняла, он тебе объясняет. Ты на верном пути, давай, давай. Сейчас более понятно, как объяснять. Да, да, да. Сейчас еще усложняем, и вы потом научитесь, как правильно объяснять. Сейчас надо кувырот. Прикольное объяснение сейчас. Да, очень круто, очень интересно. Вот реально. И самое классное, что ты реально понимаешь, вот такая я была как собака, и прям очень интересно. Фишка в чем, мне нужно научить вас объяснять собаке. Она стоит тут такая, смотрит, а ты на нее, ты что не понимаешь, сделай это, собака. А что сделает? Ты мне хоть покажи, как что сделает, я сделаю. То есть мы сейчас вот этим говорим, да, 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 пошли, супер, молодец, у тебя все получается. Сейчас понятно, меняемся, задача будет намного сложнее. Значит, задача взять маленький стул, взять маленький стул и поставить его возле фишки, все равно с какой стороны. Это он должен сделать? Да, это он должен сделать, ты молчишь. Взять маленький стул и донести вот сюда, и поставить его возле фишки. Ага, хорошо. Готовы? Ого, да. Поехали. Задание усложнилось, он сейчас зайдет, и ты сразу начинай работать. Ого, это прямо очень сложное задание. А смотри, а в дрессировке как? Мы же начинаем усложнять, мы от простого к сложному идем. Вот тебе объяснение, вот и думай, как собаке объяснять. Моя задача научить вас думать, как собаке объяснять. Потому что если я вас научу, как собаку садить, я вам дам инструмент, как посадить. А мне нужно, чтобы вы на протяжении жизни умели с ней общаться. Она сидит вот так, глазами клипает, а вы знаете, как себя вести. Поехали. Тише, тише, не так быстро. Опа, уже понимаем, да? Так, думаем. А мозг как начал работать, да, сразу как в правильном направлении, быстрее начали работать? Ну, тут можно было добавить плюсик небольшой, но можно запутать сильно. Тут можно запутать. Понимаешь, в чем дело? И иногда многие вещи, была такая штука, что человек сделал вроде правильно, но совместить, короче, это когда вы даете маркер, совмещаете с движением. Можно ошибочно запустить кое-что. Тут, думай, предлагай варианты, это оперантный метод. Это мы уже засчитали. Не-не, это сейчас у тебя был промежуточный, ты где-то рядом тебе сказали. Думай. Ты на правильном пути, думай. Ты можешь добавлять, что вот тут где-то какое-то действие. То есть она тебе говорит, делай дальше действие, ты на верном пути. Делай, придумывай что-то. Думай, что еще можно. Ну, понятно, что на детском стульчике круто сидеть. Что еще? Навязывай поведение, что еще можно делать. Давай, добавим еще. Так, теперь. Так, собачка ходит и думает. Блин, что-то возле стула я делала правильно. Надо вернуться, наверное, к стулу. Блин, возле стула еще добавим. Типа, что он правильно подошел. Стой. Да. Не-не, стоп. Это была ошибка. Хочу сейчас. Вы знаете, что было? Мы продолжим. Стой, подними. Подними. Я разрешу вмешаться, но я буду говорить. Ты был на правильном пути. Владелец сделал ошибку, но ты дала маркер. Ты сказала, что ты сделал правильно и закончил задачу. Понимаешь, насколько можно завести собаку в заблуждение? Скажи, кто сейчас виноват в том, что он сделал незаконченное действие? Ты сказала, что ты закончил. Кто виноват? Я. Прикинь, как можно? Вот это на простых вещах. Мы сейчас прорабатываем. Если бы это была твоя собака, ты бы ее неправильно сейчас научила. Понимаешь, как происходит? Моя задача настроить между вами правильную волну, чтобы собака понимала вас. Продолжаем дальше. Ты не слышала двойной маркер. Раз. Все. Поехали. Отмотали назад. Просто будет интереснее. Да, все. Мы продолжаем. То есть не было. Двойного клика не было. Ты на правильном пути. Поехали. Давай. Сейчас добавляй. Давай, давай. Добавляй. На каждый шаг почти его добавлять нужно. Не спешу. Вот так. Стой. Давай, давай. Раз. Стоп. Хорошо. Стой. Давай, давай. Добавляем, чтобы он понимался. Хорошо. Ну, смотри, надо было поставить возле, но я сказал, вот тут, в этом районе. То есть, в принципе, сейчас тебе интересно было, опять же, понять, что хочешь? Сейчас быстрее вы друг другу объясняете, что нужно делать. Смотрите, это все называется оперантный метод. Когда животное навязывает вам какое-то действие, а вы говорите, да, ты на правильном пути, еще чуть-чуть, и ты получишь вкусняшку. То есть, сейчас без слов ты объяснила, что нужно взять стула и перенести сюда. То есть, без слов. Помните, я говорил, когда я начну заниматься с собакой, я ему говорю, без слов объяснять собаке, что мне нужно. Без слов. То есть, теперь понятно, как это делается? Сейчас понимание есть. Теперь мы усложняем еще сильнее, и будет сейчас очень круто. Я думаю, это... Вы сейчас, вы поняли вообще, как объяснять эти ошибки? Сейчас понятно? Да. Ошибки. Оставляй тут стул, оно нам... Все, я ушла. Да. Смотри, сейчас мы объясняем, как мы объясним сложную задачу. То есть, это уже куча денег. Это называется уже, скажем, поведенческая такая цепочка, чтобы объяснить, что мы хотим, мы там сложные задачи. Там, я не понимаю, что мы здесь, что торт, то есть, я не применяю. Я зову, и сейчас начинаем. Вот это нужно будет взять и стать. Слышишь, уже так раз четенько, да, уже знаешь, где... Чаще чуть-чуть подсказывать надо будет. Смотри, как быстро навязывает поведение. Научилась уже, да, что надо навязывать? А вот такая штука, там, где чаще подкрепляли, туда и хочется заметили. Тут где-то, наверное, что-то тут. Наверное, что-то тут. Подкрепляй. Тоже можешь подкреплять. Подкрепляй. Да. Да. Дай. Теперь жди. Не, не попить. Давай, давай, еще раз. Так, жди. Не предположила. Когда назад, у нас. Смотри, какая матерая собака. Уже прям навязывает прям... Смотри, интересно стало? Давай, давай, давай. Не? Что вам надо? Вот так собака говорит, что вы хотите от меня, объясните нормально. Можешь дать. Можешь дать. Может быть, это хотите, нет? Думай, навязывай поведение, навязывай поведение, навязывай. Что еще можно делать? Ты все там сделала, что могла? То есть это тебе подсказка уже из зала. Если нету, значит не туда. Так, она такая говорит, блин, что же мне надо сделать? Что мне надо сделать? Тишина, не это. Что еще? Блин, уже злится, да? Говорит, да ты что, объяснить не можешь мне, да? Это собака такая тебе говорит. Да ты уже задолбал меня, объяснил. Ты делаешь? Нет. Где-то же там оно, где-то же я знаю, что оно где-то тут. Что еще не так? Пробуй, что еще не делала. Делай то, чего не делала. То, что не делала. Кувырок. Уже и крути сделала. Ты понимаешь, какая умная собачка? Давай. Еще раз. Вот так. Вот так. Тихо, тихо, стоп. Ты сдал двойной маркер от радости. Давай дальше. Давай, давай, помогай. Блин, что-то не то, смотришь, нету, мой никого. Ладно, давай. Так, тут. Дай, 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 подкрепи. Давай, подкрепляй, 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 подкрепляй. Подкрепи, но один раз. Подкрепи, но один раз. Она задачу неправильно делает. То есть, смотри, ты на верном пути, он тебе говорит, давай, подкрепляй сейчас. Подкрепляй. Подкрепляй. Можешь подкрепить. Да. Не, я не халабуду. Ну, смотри, какая собака способная. Она прям навязывает все. Подкрепи. Что еще можно сделать? Запрятать. Навязывай, если молчит, значит не то. Жди. Сейчас разве... Давай, подкрепляй, подкрепляй, подкрепляй. Подкрепляй, подкрепляй. Еще. Все, вот еще прибылой. Ничего себе, какая умная, ты посмотри. Подкрепи. Думай, что еще можно сделать. Нестандартную ситуацию. Подкрепи. Скажи, вот сейчас даю прямой вопрос. Вообще не понимаю. Когда ты трогала фишку, у тебя был какой-то клик, тебе говорили, фишку трогать надо или нет, вспоминай? Не помню. Попробуй. У тебя же есть возможность. Видишь? Значит, с чем не связано точно. Подкрепи. Жди. Сейчас возьмет, подкрепи. Нет. Тишина, видишь, ничего не происходит. Нет. Господи. Так, подкрепи. Думай. Ничего не будет. А скажи, вроде простая задача, правда? Вот объяснить собаке. Я не понимаю, вам Богом будет. Пробуй, все равно пробуй. Вот так происходит. Если сейчас подскажем, будет не то. Пробуй то, что ты не делал. Подкрепи. 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 Думай, что надо. С чем связано? Тебе подсказка. С чем связано? С едой. Конечно. Так что, мы не есть-то систи за стул? Подскажем, это не есть. Вот подумай, что можно сделать. То есть, ключевые действия, с чем было связано. Тут повисеться, чем можно. Да, не знаю, все, я начинаю нервничать, сейчас психовать, я не понимаю, что их хрень у нас. А теперь смотри, стоп, вот это самый главный момент. Смотри, когда не получается, и владелец не может объяснить собаке, что делает, собака начинает нервничать. Так получается? И когда она нервничает, у нее получится? Нет. Значит, владелец говорит, давай мне. Владелец говорит, что ничего страшного, не нервничай. А какие у тебя еще есть варианты? Не, вот смотри, что ты делала. Раз, вариант, да, то есть, это правильно. И это правильно. Ну, подумай еще чуть-чуть, что можно сделать с консервой и стулом. Еще, ты, консервы и стул. Что еще? Не кликает, говорит, неправильно. Что еще? Что, банкет устроить. Ну, вроде как, не открывать сразу, подсказываешь, что в духе. Да. Сложная задача. Опять говорят, неправильно. То есть, комбинация из тебя, стула и консервы. Вот прям такая вот, вроде же не тяжело, правда? Только молчи. Да. Пробуй еще, главное ее сидеть. Тут надо пробовать. Вы-то говорите, ничего сложного. Вот прям все правильно делаешь. Смотри, раз, подсказка не пошла, значит, изначально в исходную. А ведь же поломается перед моим весом. Слушай, а вот тебе скажи, сколько радости, когда ты сделаешь. Это так сложно вообще. Слушай, какая задача сложная? Взять консерву и встать на этот. Смотри. А теперь объясни. Ты была собакой, а он был владельцем. И он объяснял очень просто. Иди, иди, все нормально. А ты не могла выполнить простую задачу. Про какое обучение может идти речь, если мы не можем объяснить простые задачи. Это была простая задача. Про что мы можем говорить дальше? Понимаешь, в чем фишка? Но тебе было все понятно? Да. А что ты объяснить собаке не смог, что надо встать так? В ком проблема была? Во мне. А еще? Она не понимает, что делать. Но ты прям стараешься, ты пытаешься. Говоришь, да ничего сложного, давай. И она это стуло тут вертит, крутит. А надо было сделать всего-навсего вот это. Ну да. Когда ты сделала, сколько радостей у тебя было? Ну да. Я в шоке была, что я сделала. Просто было непонятно. Ну вокруг, вот я, стул и консерва. Как это можно сделать? Но ты поняла, что ты стул и консерва? Ну да, да, да. Но ты навязывала другие действия? То есть понимаете, у вас сейчас есть понимание, как я хочу, чтобы вы общались с собаками? Вы на них смотрите, как на собаку, и там сюда, туда. А они такие, что ты хочешь? Куда, сюда, куда, туда. Когда ты начала нервничать, скажи такая, да нафиг мне это ваше... Да? А представляете, вы с собакой работаете, не можете объяснить. И собака такая, да иди ты, задолбал уже. Так получается? Да. Побыли в роли собаки? Я тут бегала полчаса, а ты мне ничего не объяснила. То есть подожди, значит я бегаю, я тут распинаюсь, стараюсь, и ты мне объяснить не можешь. Вы понимаете, когда мы будем учить дальше команду сидеть, лежать, ко мне, еще что-то, нужно научиться правильно объяснять. Иногда нужно терпение, иногда нужно постараться чуть-чуть. Сейчас будет более понятно, как себя вести с вашими собаками, для того, чтобы добиваться результата. Молодец, хорошо, давай, давай. Хорошо, браво. Когда сделала так, как надо. Сейчас было насколько доступно, понятно занятие, чтобы как себя вести. Очень понятно, особенно с этой штучкой, она очень классная. Да, кстати. Прям великолепная вещица. Фокус не в этой штуке. Фокус в том, что я благодаря ей и вас объяснил, как нужно работать с собакой. То есть это не кинология уровня кинолог, поводок, дерну, посадил. Это не тот уровень. Это уровень, когда мы делаем так, чтобы собака сама захотела и поняла, что мы от нее хотим. Оперантный метод. Когда собака делает правильно, мы говорим, супер, ты делаешь правильно, за это ты получишь вкусняшку. Только давай найди выход. Сейчас более понятно после этого было, какие сложные задачи. Сейчас, как вы думаете, насколько следующую задачу вы сможете сделать? Она будет последняя на сегодня, но... Да легко. Легко. Очень важно, я сейчас хочу объяснить, если даже у нас сегодня не будет занятия с собаками, вы должны понимать, что вы сегодня возьмете намного больше для того, чтобы понимать, как с ними в жизни общаться. Согласны? Да, да, да. Если бы мы сейчас просто провели занятие, научили бы сидеть, лежать, то это вам просто бы инструмент был. Это было бы превентивно на уровне... Дай руку. На уровне сидеть, молодец, и лежать, молодец. Да? Ну да. И все, вы бы ушли, узнали бы, как сидеть, лежать. Это ценная информация была сейчас, как общаться с собаками. Да, да, да. Круто? Намного, очень-очень круто. Круто. Значит, сейчас последняя задача, подсказываешь к концуру на место. Да, украду. Выходишь на улицу, последняя задача будет взять вот это и положить сюда и отойти. Хорошо? Ага. Взять, положить, отойти от стула. Окей, хорошо. Поехали, работаем. Давай, помогай. Помогай, помогай. Опа. Уже понятнее становится, так? Помогай. Помогай, помогай. Чем ближе он, помогай. Сейчас. Иди, когда я буду отрагиваться в ушки. Стоп. Жди. Так, не киваем, не киваем. Так, навязывает поведение. Смотри, а кстати, вы быстрее друг другу стали объяснять. Молчи, потому что свяжет это с другим предметом. Понятно, собака уже говорит, это? Сильно умная у нас собака. Стоп. А ну-ка, а ну-ка. Обещали, будет сложно, да? Думай. Старик, завис, потому что я понял, что где-то... Давай, давай. Да? Да. Все? Все? Да. А теперь смотрите, насколько быстро вы научились объяснять друг другу без слова. Да, очень быстро. Прикольно? Да, очень здорово. А теперь смотрите, мы потратили час на то, чтобы вы друг другу без слова научились объяснять. Но вопрос можно? Да. Все равно мы же люди, мы немножечко понимаем друг другу лучше, чем человек и собака. Вот, например, если сейчас мне, например, дать собаку, я же не справлюсь. Собака же не поймет вот эти клики или поймет. Давай, молодец, давай, давай, хорошо, отлично. Да, ладно. Вы когда начинали, вы были неподготовлены и не знали, как друг другу объяснять. Вы делали ошибки. Давайте вы расскажете, и будет так лучше всего, потому что я сейчас буду перечислять. Давай. Ну, как сказать, мы делали ошибки. Мы делали ошибки всю жизнь нашу с собаками. У нас собаки, например, ты ей кидаешь мячик, она бежит за ним, хватает его, но назад не приносит никогда. Да, тебе потом еще нужно минут сорок за ней бегать, чтобы забрать этот мячик, чтобы кинуть его обратно. Как бы вот так вот наши игры и заканчиваются всем. А еще мы начинаем нервничать и просто... Ну, мы, это я начинаю нервничать очень сильно. Ну, значит, все. А что тут непонятного? Что тут нельзя объяснить? Ты не понимаешь, что надо взять мяч и мне принести? Вот только что ты начинала нервничать, и он не может тебе объяснить. Он говорит, ну что я тебе объясню, ты неправильно делаешь? И как собаке понять, что надо взять этот мяч и принести тебе? Ты же заберешь его. А правильно я делаю или неправильно? Короче, очень важно понимать. Первое. Как правильно поставить задачу? Как правильно подкрепить? Как сделать так, чтобы собака сама захотела и продолжила, даже когда ей очень сложно? То есть вот тут надо было хвалить еще. Да, ты молодец, хорошо, умничка, старайся, делай. То есть не хватает правильного объяснения, четко поставленных задач, правильного вовремя подкрепления. Наверное, крепких нервов дождаться, пока все-таки будет окончание задания. Полезно сейчас было? Очень, да. Сейчас, я думаю, так, у нас еще есть время, мы можем чуть-чуть откатать тач. Полезно? Очень, очень, очень интересно. Сейчас в голове что происходит? Ты начинаешь по-другому воспринимать собаку. Сейчас ты понимаешь, что они мыслят, и для них это еще сложнее, чем для нас. Но так как мы умнее, мы должны все работать. Вот даже я после тренировки, там, когда я был один на тренировке с тобой, мы там поработали, то-се, потом пришли, Аня там делает какие-то замечания собаке, я говорю, так нельзя делать. Да? Потому что ты опытнее стал уже. Так нельзя, да, да, да. Потом со второй тренировки я уже, я уже говорю, просто так вкусняшку не получит, надо что-то, ну, надо что-то... Ага, значит, мы уже научились, как выстраивать отношения с собакой. Да, да, мы уже просто так бесплатно ничего не даем. Нет, мы не даем. Иногда. На раз в три года. Да, не часто. Скажи, понимание, что за что нужно дать, да? Да. Ну, это пример, допустим, если бонус должен быть, то он не должен быть просто так. Объясню почему. Просто так вы подкрепляете никакое действие. Значит, собаке ничего не нужно делать, чтобы его получить. Тут вы уже начинаете работать стимул-реакция. Чтобы сделать это, получишь вот это, да? То есть нужно сделать это, получишь вот это. Все очень просто. Стимул-реакция. Все вообще просто. Теперь же вы начинаете думать. Мы научились, как правильно подкреплять. А сейчас вы научились, как правильно ставить задачу и не нервничать. Ну, не понимает собака, объясняй. То есть вы когда побыли в их шкуре, легко? Сложно, сложно. А как понять человека, мы не понимаем, что... А ему сейчас сложнее, да, если человеку сложно объяснить. Понять человека, да, да. То есть вы же пытались друг другу объяснить. А прикиньте, как ему... Ну, да. Совет будущим владельцам, которые думают, что собаку обучать это вот так, вот раз, два. Не, вообще не так. Что важнее, научиться команде сидеть собаке или научиться правильно управлять и доносить информацию? Правильно доносить информацию в любом случае. Намного важнее, чем сидеть. Ну, да. Сидеть она и так сможет, а вот понимать тебя... Ну, если с правильной информацией он может сесть, допустим, на диване, а не просто сидеть. Он может подойти, скажешь, сидеть, он сел на пол и все, и сидит. А ты ему скажешь, если нормально собаке объяснить доступно, то... И пиво принесет тебе на диван, где ты сидишь, и сядет рядом с тобою. Братан, братан, нормально так, да? Да, ты такой, ну, я до этого и хотел. Клик, чик, чик. Да, что может свет выключить, а смотаюсь выключив из меня. Смотрите, на самом деле, когда собираются серьезные инструктора, такие крутые, у них есть вот такие игры с кликером. Только там такие задачи серьезные. Там стать на мостик, тому пролезть и, короче, кликерами работают. Представляешь, ну, там вообще очень все круто. То есть эти все вещи развивающие, мы за что? Чтобы понимали, как, что, зачем. Это не просто уровень сидеть. То есть ваше понимание, сейчас это было бы, ту информацию, которую вы получили, она намного дороже, чем научиться команду сидеть. Сейчас понятно, как объяснять? Вы должны уйти, вот тут у вас должно было закипеть. Я сделал, чтобы закипело? Тут закипело, значит, там нейронные связи формируются, вы понимаете, блин. Так, сейчас, короче, кликер, сейчас мы им расскажем. Так, ты туда, ты сюда, сейчас будем пробовать. Это приблизительно как с тачем. Выводим собаку, выводи сейчас ту, с которой мы работали. С тича. С тича. Выводим ту, с которой работали и сейчас мы делаем просто, без тренировок делаем просто тач сразу же. Берем вкусняшку, сейчас делаем просто тач, давай. Так, у нас задача, чтобы объяснили тач и мы сейчас проверим. Два занятия мы занимались. смотри, побежала собака, смотри, навяжет, снимай собаку сейчас, важно. Снимай собаку, снимай вот тут, снимай вот тут ее, сейчас посмотрим, дай мне кусочек или ты попробуешь, кто? Мне кусок, каждому по кусочку, если сделает, то подходи туда, смотри, ничего не говори, жди, что тебе собака навяжет, если она станет на тач, то мы много чего добились, подойди возле тача, просто стань, стой, теперь жди, навяжет тебе собака поведение, просто ради интереса мы проводим простой эксперимент, ждем, ждем, сейчас дурачится, бегает, помните, да, ты на верном пути, смотри, сейчас правильно я делаю, нет, ты что забыл, я ж вкусняшку у тебя прошу, видели поведение? С чего мы начинаем? Так, сейчас я проверю тут все, мы сейчас новенькие, так, кто тут был, а ну-ка, ребята, кто тут был, ждем, вспомнит, что у нас тач есть, стоим рядышком, ну ничего, сейчас я пойду еще там проверю, блин, ничего нету, о, концерва, класс, ну ладно, закрыто, запаха нет, так, а что же я еще умею, а ну-ка, так, пошел, 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 ждем, смотрим, а ну-ка, пелесос, пелесосович, что ты умеешь, покажи, что ты, хорошо, молодец, а ну-ка, со мной вяжется, не, а ну покажи, хорошо, браво, жди, сейчас дашь маркер, когда забежит, я чуть-чуть помог, скажем так, я сделал, да, помните, промежуточный, я сделал вот это, когда он сел, я сделал вот это, сейчас ждем, пойдет он сам туда, смотри, маркер, маркер, давай, отлично, мясо есть, давай, смотри, блин, надо кусок, за что я заработал кусок, я садился тут, хорошо, так, так не дали, что мне надо сделать, супер, молодец, пёс, а теперь что он делает, он сам навязывает, вы помните, смотри, ес, прикиньте, что происходит, да, мы прям не говорим ему, тащи, а он сам берет и идет, смотри, ес, супер, молодец, вообще ничего не говорим, просто его, он понимает, что мы, ес, мясо срочно мне надо, вы понимаете вообще, что сейчас происходит, я же ничего не говорю, смотри, ес, сама навязывает поведение, вообще мы ничего не говорим, три занятия, смотри, он такой, так, посидел, ничего не дали, а что же мне можно, чтобы еще заработать кусочек, смотри, ес, супер, молодец, хорошо, так я же умный, говорит, я умный, я управляю процессом, так, не дает кусок, помните, этот ищет вариант, мозг ищет, так, как кусок заработать, так, кусок заработать получится, так, как кусок, ес, супер, я заработал кусок, я умный, так, что мне сделать надо, ес, супер, я догадался, я молодец, так, еще, что мне, что он хочет, ес, супер, молодец, хорошо, браво, малыш, ес, хорошо, браво, ес, супер пёс молодец . супер пёс укусил так сильно прыжок с под купола цирка без страховки смотри какой кусок . давай 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 супер смотри какой кусок ты съел он начал понимаешь да он мозгом работает или ему люди делай там что-то. Мозг. Вот у него вроде как включается мозг иногда. Но временно. Слушай, вы себя вспомните, когда вы работали с... Это сложно. Да-да. Тач. Давай-давай-давай. Вы видели? Решите тач, на тебе тач. Легко. А что ты умеешь? Покажи. Покажи. Покажи, что ты умеешь. Супер молодец. Видели? Нет, у нас еще есть команда, которую мы сами тоже учили. Ах, вот это мы на следующем. Тач. Йес. А потом, знаете, где он встанет, я попрошу, чтобы он постоял. Так, на сегодня все с ним. Он умеет ждать. А теперь он будет лепить его, он такой раз. Блин, а где кусок? Я же выучил, что я там становлюсь. На руки берем его. Это у нас было третье занятие с ним. Третье занятие с ним. И получается, собака сама навязывала поведение уже отработаны. Так же будет с командой сидеть, лежать, любой другой командой. Очень важно. Мы собаку научили думать головой. Я владельца научил правильно мыслить и выстраивать правильную цепочку, как добиться результата от А до Я самой короткой дорогой. И это должно быть очень просто. Правильно? Да. Для вас понятно все было? Да. Более чем. Круто. Давайте пять. И в туалет сходили, да? Все. Уже все. Надо будет сейчас убрать. Такое бывает. Это то, что было заканчиво. У нас такое первый раз в жизни. Ай-яй-яй. Ну-ну. Ай-яй-яй. Кто это сделал, а? Значит, смотрите. Самое главное, то, что я донес информацию до вас. Круто. Очень. Очень интересно. Очень и развлекательно, и очень полезно было для собаки. И не скучно. Самое главное, да. Очень весело. Так, все. И вообще, советую школу Дред. Такая очень крутая школа. Правда. Давайте так. Те, кто не подписаны, подписывайтесь. Ставим лайки обязательно. Кто у нас на занятиях, чтобы я не ошибся. Сулейма Аня. Участница топ-модель по-украински. Блогер. И просто хороший человек. И просто хороший человек. И мой муж. И Амгустин Казанчук, будущий муж. А Анна Сулейма просто профессиональный баскетболист и музыкант. Круто. И я владелец школы для собак Дред. Собаку обучать это легко. Если правильно подойти к процессу, получится очень крутой результат. Главное обращаться к профессионалам. Факт. Запомните это. Спасибо большое. Спасибо большое. Все.